я продолжим добрый вечер ланшакова салют всем добрых мыслей какие добрые все мысли как выжить что импортозамещение кажется опять пустым звуком казачинская приветствует всех пишет сергей кузнецов брат юрий железов похолодало минус 9 но всем желаю здравствовать валентин шелепов добрый вечер курган сергей александрович здравствуйте москве опять зима татьяна барнаул добрый уже есть звук у меня нет жалко если нет звука татьяна федосеев междуреченск подозрительно много этих самых кузбассу добрый вечер друзья ирина полтовец хабаров добрый вечер смотрите всем здравия вот всем добрый вечер андрей или напаривали здравствуйте московская область новозьях семна что ли вот это да хабаровск валерик сегодня сделали прививки по двое из ваших очка брикос и груш а приводи ваши членки все мое враче пилочной копулировкой закрыли бутылками 5 литров из-под воды и плотно закрутила крышечки присыпала песком чтобы ветром не сдуло но с 30 марта на три дня ожидать похолодание ночью до минус один со днем до минус один как вы считаете надо сверху на бутылке накинуть агроткань и какой плотности если надо или не стоит накрывать тканью спасибо вам за консультацию значит вот тут у меня опыта достаточно мне приходилось и мне и моим прививкам особенно абрикосов это самая нежная вещь вас ними даже проблем большим с персиком и получилась так что да вот 0 ура так хорошо тепло и встал на коленке привая привая в следующий раз просыпаюсь а там уже минус 10 минус 15 это было переносит без повреждений но когда случилось в три дня это было 1 апреля 2 3 я на всю жизнь запомнил память избирательная мне спрашиваю что я делал допустим в 2006 или 1989 году вообще не вспомнил не одного события а вот такие вещи бах 1 апреля минус 20 2 апреля минус 23 3 апреля минус это а у меня под бутылками я рано стараюсь потому что не успеваю иначе рискую ну и рискнул процентов 60 мертвых из 300 которые привиты были в марте то есть я поторопился откуда я знал что будет 20 23 и получается если действительно вам пообещали минус 11 ничего с ним не случится вы можете подстраховаться как пообещали минус 11 а случилось 20 да можете накрыть оградка ничего не будет вот дополнительное утепление может быть снегом помните я показывал там высота бутылки вот такая а с них вот столько вот и такое может быть но минус 11 не пугайтесь лучше накрыть если у вас ну маленький садик господи что там сколько вы могли выписать 40 50 100 то это вряд ли так много прививок поделит николай добрый вечер всеров и ванному добрый вечер катеринбург полтове 100 рекорд еще вопросу прививкой когда снимать бутылки и когда ослабляет привычную ленту когда снимать ленту а то это тоже этом тут уж я четко даю ответ бутылки снимайте когда зеленеют почки вот дальше когда немедленно жара они быстро быстро распускаются и могут даже сгореть а так как я всегда был далеко от питомников когда в рядом с питомником можете даже не спешить бывало у меня появлялись даже листики хоть выходные первыми почему-то груши появляются потом абрикосы именно такой последовательности значит увидели зазеленело появились маленькие листочки я тут же снимаю потому что я боюсь к другой крайности я не приеду она сгорит вот что касается ослаблять привычную ленту да есть совет он не мой но он хороший совет сразу полностью не снимать когда-то я у меня не было времени я по ленты поснимал а коля не вбивал еще ну первый опыт набирался ураганный ветер смотрю и там из трехсот тридцать лежит но какие лежат самое лучшее почему сработал рычаг архимеда чем мощнее крона тем легче и и завалить на бок с помощью ветра страшного потом я научился вначале по порядку вот или когда тороплюсь и некогда со стороны ветра убиваю ком со стороны ветра ветра у меня всегда западные или северо-западные они всегда преобладают тогда значит с этой стороны белков и подвязал чтобы не клонило в ту сторону вот и потом я беру ослабляю до и видосовую но все не снимаем мало ли что вот время именно у меня первое число июля саженцы мы развиваются мощно к этому времени привитого земли они уже имеют рост полметра когда же бывало и 80 сантиметров хотя впереди все только начало июля то есть пол лета всего прошло вот дальше торопа 2 а продолжает расти я убиваю торопа может сразу два кола если делать после вечера вот и привязать ну не жестко обычно привязываю с восьмеркой но это легко догадаться такой восьмеркой вот и дальше саженец растет и бывает а коля если даже метровая пьется раз прет и прет и прет и прет и прет до двух метров тогда получается коля надо хотя бы полутора метров если тут обвязал где-то посередине коля то тогда еще один этаж то есть уже надо привязать по верхушкам колю чтобы не разломило и тогда это пусть будет через спустя два-три недели снимается лента окончательно вот доклад закончен казаков виктор здравствуйте городич привет из москвы снег минус 3 зима пришла но если для вас минус 3 зима то для нас сибиряков это весна сегодня фильм снимал стоит вот по лужам вернее по этим по льду ходил лужи замерзли снова только для нас это считается весна гусева емельянова добрый вечер смотрю каждый вебинар хотя много повторов все равно крупицу но обязательно понимаете я специально так делаю я не манеру это елена вы за хорошо что это заметили я как вспомню этот самый случай его может быть даже помнит Александр Алексеевич серебрик вот он вот он наш Александр Алексеевич вот он с нами для меня это авторитет еще и вот он может даже помнить этот случай вот я сейчас могу ну-ка да успеем поговорить я сейчас могу говорить все что хочу смотрите первое встает женщина и говорит как мне сложно бывает и почему я должен повторяться я все время нахожу новые аргументы на фотографии поймите встает женщина Александр Алексеевич вспоминайте и говорит руки в боки я недовольна кстати платили они не мне нет это два дворец святоводства по полторы тысячи рублей платили вот я недовольна в конце концов скажите мне на какой глубине нужно посадить косточку я беру ну наверное чуть прослушал и говорю вы знаете с одной стороны если посадить не глубоко то вот тогда она в дерево вырастает долговечное но у нее больше опасности и тут тебе и мыши вот распускается то она же вылазит из земли в буквальном смысле вылазит к косточке из земли прям вылазит сама такая наглая когда створки раздвигаются и возвратные заморозки могут побить и так далее а вот по садиной глубину 5-6 сантиметров зайдут почти все в конечном счете может быть зайдет пять раз даже больше но со временем все погибнут она говорит а я опять не поняла так скажите мне сколько сантиметров садить я запишу и буду так делать но если третий вариант как помните как это специалистка это который я критиковал посадите на 5-6 а потом разгребите но это как раз никто делать не собирается я знаю посадят но никогда никто разгребатель не будет искать корневую шейку вот поэтому вы заметили 176 вебинаров и я все про то и потому потому что когда-то я надеюсь все это будут изучать студенты но как можно больше аргументов вы заметили что я говорю не повторяюсь почти новая фотография новое доказательство потому что если бы как мне говорили вы пишите как считаете нужным не обращайте внимание что там до вас написали пусть и что получается говорить мне нечего почву не трогай листья сверху не выгребай так штамба не делай дерево не осветляй со второго года не поливай если это и подчеркивай если это стержневая корни да они вообще не нуждаются в поливе они сами воду найдут еще и лучше что их не поливать и получается все тогда еще и первый вебинар стал бы последним а вы посмотрите 176 вебинаров сколько со всех сторон а с одной стороны так а с другой так и вот этот последний пример который я говорил женщина мне звонит я это мой а тот который войдет классику еще расскажу вы скажете повтор какой он интересный этот повтор это я учу 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 вот посадили и не подходите больше если он не пересажен это самое здоровое дерево а пересаженные начнут болеть хоть ты их не обрезай как другие или по железу обрезай ну калечим же даже по железу пол крона тик вот и вдруг бах с примерной цифры я повторял сто раз но все равно что-то забываю поле костиныч я вас послушала я все не пересажены как вы сказали что это самое они все у меня погибли а все пересаженные живы а железо в ночь не спал а утром у меня такая натура я все во сне придумываю иногда кажется не во сне сам-то я дурак дураком я же митур как у меня морды тычут а оттуда где-то с небесной канцелярии ответ пришел когда она посадила а тогда я не учил заглублять не заглублять это было очень давно очень до этих то я и сам учился она их погубила потому что у них были косточки закопаны вот так это догадка я потом я пытал 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 да заглублял вот когда она их выкопала обнажились крыльевые шейки когда она их посадила выкопанные пересаживали те густо было пересажены она уже садила по крыльевую шейку и она этим их спасла видите все наоборот получается я научил как губить деревья а она спасла их тем что пересадила а там четко видно граница именно абрикосы вот она красноватость а вот она коричневатость она их спасла и я тогда погулял и начал говорить да почему многие даже питомниководы не знают вот этого что нельзя закапывать потому что это питомник выросил за год-два а вот не успел еще сгнить корневая шейка он пошел на продажу и проблему гноения решается уже в другом саду а питомника вот и даже с ученой степени не знает об этом потому что за год-два обычно все не сгнивает даже абрикос но или почве все же учат помните выше как раз было вот что значит это я выражен повторять повторять и повторять и повторять и повторять со всех сторон и не пересаживая погибли а железы не пересаживать и получается с одной стороны и с другой стороны скажу что никто почему так они все смеются и не все слышно то есть итальянское пароходство заключило заговор собираюсь о капитальном ремонте океанского лайнер пошел замечен срок код или сколько комиссия собралась и ходит по лайнер все знают прекрасно не можешь собор обедать где-то их не надо айф-жак подписывать ищет 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 все сверкает все блестит капитальный ремонт сделал все это кругом краска все свежее все это идеально и все равно но не может быть что про виной где-то и вдруг один из членов комиссии взял и заглянул со стороны океана запах туда а там порт весь в ржавчине в ракушках в этих елки-палки позвал комиссию всех хватает рабиновича время вышло надо выходить из этого в рейс а вас по пол корабля ржавчины обманул скотина негодяй сейчас чуть ли не бить его рабинович спокойно достает договор этот вот так берет его сейчас покажу как вот так вот берет его и говорит господа не бросите мне голову читаем договор договор между рабиновичем и адашским пароходством рабинович читаем с одной стороны адашское пароходство с другой стороны ну по большинству догадались шутка и вот так и здесь тоже с одной стороны закопаешь глубоко смерть с другой стороны закопаешь мелко мыши заморозки и опять смерть вот я надеюсь вы меня поняли идеальной технологии не бывает закопали глубоко как говорит та самая а потом а потом это разгребайте до корневой шейки вот нашла компромисс чтобы это меньше было вреда от ее совета закопать на 5-6 сантиметров ну что как я разговаривался а 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 Субтитры создавал DimaTorzok